Всем добро утро! Мы опять выехали на вениках, пока карантин. Многие ленятся, но это очень полезно для здоровья и мы очень часто это делаем. В общем мы обычно по утрам катаемся с Ангелиной, ну и просто с пацанами с утра катаемся, но так как две недели назад меня немножко машины сбило, то я не мог рукой двигать, ну особо. Вот поэтому мы особо ничего и не снимали. И прошлое видео было про то, как мы на машине ездили куда-то там отдыхать. Сегодня мы выехали опять в парк с Ангелиной и хотим рассказать о некоторых вещах, которые вы должны знать при катании. Это касается именно безопасности вашей. Итак, как я учу ребенка теперь по поводу безопасности катания после того, как меня машина гопнула. Значит, безопасность должна делиться на две части. Первое, это то, что от вас зависит. Это касается того, что у вас должно быть и то, что вы должны предусмотреть. Так вот, что у вас должно быть? Это обязательно шлемы. Шлем. Пусть он лучше вам никогда не пригодится, но шлем должен быть обязательно. Поэтому первое, шлем. Второе, вы всегда должны кататься с габаритами, какими-нибудь лампочками, не галочками. Не выезжайте. Ночью без света. Вот я езжу на машине и понимаю, что иногда увидеть велосипедиста, ну фактически невозможно. Он сам виноват в том, что он лезет под колеса. Ну так скажем. Поэтому обязательно иметь фонарики какие-то и какие-нибудь блымолочки, что-нибудь, чтобы вас можно было отличить от темноты. Итак, это те вещи, которые у вас должны быть обязательно. Обязательно обслужим велосипед. И обязательно вы должны быть в шлеме, с мигалочками всякими и в жилетах в темное время суток. Желательно вообще какие-то защиты, если вы выезжаете куда-то в лес попрыгать. Потому что однажды я вылетел так, через руль, без шлема. Я думал, что без головы останусь, но в итоге смог ее двигать дальше. Это касается того, что всегда быть должно. Но есть вещи, которые от вас как бы не зависят. И то, что вы должны предусмотреть. Это будет пункт номер два. Итак, пункт номер два. Те вещи, которые от вас вообще не зависят на дороге. Это касается машин, пешеходов, собак, кошек, муравьев, жабок, ну и всего, что движется. Есть опыт, который вы понимаете, просто когда пережили. Так вот, я понял на своем опыте, что машина может вылететь откуда угодно. Если вы видите где-то кусты, там где дорога, но она не полностью просматривается, притормозите. Если вдруг там будет машина, и кто-то из вас кого-то догонит, то даже если вы будете правы, ну, пользы от этого не будет никакой. Если будет такой удар, что потом у вас во дворе будет играть музыка, а вы ее не услышите, то ваша правота никому не поможет. И с той стороны кто-то еще сесть в тюрьму может. Поэтому, первое, всегда смотрите и предугадывайте транспортные средства, которые могут быть за поворота, за какого-то куста, который не просматривается. Второе, то, что было со мной. Даже стоящая машина просто на тротуаре внезапно может открыть дверь. То есть, если вы видите, что в машине кто-то сидит, особенно если это старая какая-то машина, в которой едет старый дедушка, то, ну, поймите его, он не догадывается, что надо посмотреть в зеркало, и что сзади кто-то может не просто ехать, а лететь. Поэтому притормаживайте, чтобы не попасть на открытую дверь. Если вы хотите объехать жучка, паучка какого-то, жабку, мышку на дороге, и вы едете на дороге, то делайте это очень умом, потому что если вы вернете в сторону машины, то вы поменяетесь с жабкой. Жабка, ну, как бы выживет, а вы можете на капоте покататься. То есть, вы просто едете. Если за вами бегает собака, когда вы едете по дороге, просто остановитесь. Она не будет вас кусать, ничего не будет такого. Но просто очень аккуратно, не дразнитесь. Внезапно где угодно могут вылететь дети. Вот они бегают, это нормально, это жизнь. Просто нужно быть готовым к тому, что они могут выскочить. Если вы едете в парке, обязательно скидывайте скорость. Потому как дети, они не специально бегают где хотят. Это просто дети. Вот, если вы кого-то из них гопните, то вы еще и от родителей получить можете. Или даже если вы напугаете ребенка, то это будет очень плохо. Не надо им сигналить, кричать или еще чего-то. Вы просто аккуратно парк проходите. Не пролетаете, не пугаете никого. Вот просто проедите. Просто пройдите. Так, пока длина будет висеть на кольцах, скажу третью штуку, которую обязательно нужно делать. Но это для взрослых больше. Если вы знаете, что ваш велосипед не проходил ТО, вы не меняли тормозную жидкость, не делали вилку, не смотрели к тросикам, обязательно это сделайте. Потому что если вдруг внезапно у вас откажут тормоза, то виноваты будете в этом опять-таки вы. Просто не делайте глупостей. Стоит это там где-то 10 долларов, насколько я помню, поменять жидкости в тормозной системе или поменять колодки. Не выезжайте на неисправленном велосипеде. Не выезжайте, если у вас там болтается колесо. Вы можете вылететь через колесо, потому что оно заклинит. Просто заклинит. Если у вас розочка там не забита, если дергается руль, если не переключаются нормально тормоза, просто не выезжайте. Потому что это опасно не только для вас, как бы если вы о себе не думаете. То подумайте, какой ущерб вы можете принести тем, в кого вы врежетесь. Причем это от вас будет зависеть. Так что третье. Обязательно ездим на исправном велосипеде. Амгелина, что в итоге можем сказать по поводу аккуратности езды? Надо предусматривать разные ситуации. Умные лайки. Я надеюсь, кому-то, кто еще никуда не попал в никакую аварию, это видео поможет. А тому, кто уже попадал в всякие транспортные передряги, вы оцените и поставите палец вверх или напишите какой-то комментарий. Да, не забывайте подписываться. Это прикольно. Это благодарочка вам будет. Все, мы кататься. У нас осталось полчаса на катание и снимание. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok